Это программа День города. Здравствуйте! В студии Дина Исляева в начале главной темы выпуска. Строительство нового здания для больницы скорой медицинской помощи выходит на завершающий этап. Объявлены тендеры на поставку мебели и оборудования. Родители вспоминают школьные годы. Они сели за парты, чтобы попробовать сдать ЕГЭ. Требуют убрать из списка объектов культурного наследия. Какая судьба ждет здания бывшей швейной фабрики? Готовится к новому сезону. Поисковый отряд АК уже в апреле отправится в Смоленскую область к месту предполагаемой гибели воевавших в Великой Отечественной войне. Снег сошел вместе с дорожным покрытием. На улицах становится все больше ям даже в тех местах, где еще недавно проводили капитальный ремонт. По самым проблемным местам проехала наша съемочная группа. Улица Чкалова. Дорога полностью изрыта ямами. Трещины начинаются от перекрестка с улицы Вокзальной и продолжаются до пересечения с Весенней. Объехать ближе к Встречной не получится. Там водителей тоже ждет неприятный сюрприз. Ситуацию осложняет тот факт, что недавно здесь провели капитальный ремонт дороги. Год назад сделали, а толку, что все разбито и делать никто не ремонтирует. Асфальт новый положили. И новый асфальт весь уже выбит. Ну, я не знаю, так, наверное, сделали. Такое качество ремонта. Ситуация не единична. Водители отмечают, что после зимы передвигаться по дорогам города стало значительно сложнее. Некомфортно ездить. Как будто асфальт стал таять вместе со снегом. Из-за льда, во-первых, много аварий было. И сам же попадал в нее. И, получается, даже вот по дороге ехал, бывало сносило. И из-за льда потом ямы не видно. И, получается, их не делают почти у нас. И это как бы... Вот у нас было... Мы в городке живем военно. Мы ехали, они в дождь буквально ложили дороги. Ты едешь, не видно ничего. И вот в ямы все попадаешь. Улица Солнечная, мост. Если не рассчитать траекторию, придется остановиться для замены колес. Ведь вот теперь по слоям воды ямы совершенно незаметные. Они сконцентрированы около въезда и выезда с моста. При разговоре с водителями стало понятно, что они легко могут назвать еще несколько десятков проблемных мест. В некоторых местах вот Рязань, Солоча отличная. Всю зиму убиралась, всю зиму как бы техника работала. Вообще проблем никаких не было. Ну, а в самом городе, ну, как бы центральная улица, да, вот чуть-чуть в сторонку уже оставляют желать лучшего. И плачевно, можно так сказать. Уже и выбоины, и все. Ну, сейчас, конечно, никто ремонтировать не будет. Только подвесочка, только держись. Как и всегда по ямам. Как можно? Прочие или сложнее, никакой разницы нет. Полиция Скоморошинская. Водители стараются ее избегать. Ведь на дороге их ждут как ямы, так и колеи, которые плавно перетекают друг к другу. За зиму дорогу здесь не чистили ни разу. Несколько недель назад я обратился в дирекцию благоустройства города. На сайте есть несколько телефонов, по которым можно дозвониться до диспетчеров. И оставить, рассказать о той зоне, где не убирают снег, не чистят лед. И тогда эту заявку обработают, как мне сказали, в течение семи дней. На днях администрация сообщила, что дорогу почистили. Однако наша съемочная группа разницы не заметила. Глубы льда никуда не делись. А между тем стало известно, что на ремонт дорог в 2019 году потратят 2,6 миллиарда рублей. Это наполовину больше, чем в прошлом году. На эти средства в нормативное состояние должны привести 50% дорог. Сейчас этот процент лишь 21%. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани на улице Гоголя продолжается строительство нового здания больницы скорой помощи. Уже возведены главный патологоанатомический корпуса и пищеблок. Мы побывали в будущем здании больницы вместе с министром строительного комплекса региона Вячеславом Меньшовым и посмотрели, как идут работы. Экскурсия по больнице скорой медицинской помощи начинается с пищеблока. Это отдельно стоящее одноэтажное здание. Строительные работы здесь фактически завершены. Первое помещение – обеденный зал для медперсонала. Сюда уже привезли раздаточный стол и стол для подогрева пищи и холодильные камеры. Оборудование, которое имеется в существующей больнице скорой медицинской помощи, оно, естественно, устарело. Сейчас новые современные технологичные оборудования. Сейчас что здесь есть у нас по факту? Сейчас у нас здесь по факту поставлены все плиты, холодильники и морозильные камеры. Все, что необходимо для деятельности пищеблока. Дальше по коридору – помещение, где будут готовить. В этой небольшой кухне смогут накормить всех находящихся в больнице. По проекту она рассчитана на 540 коек. Уже привезли котлы для первых блюд, жарочные шкафы, морозильные камеры для разных продуктов в отдельном помещении. А что-то посмотреть можно? Обязательно. Здесь все открыто, можно посмотреть. Довольно вместительные камеры мы можем открыть и продемонстрировать. Морозильные камеры объемом 10 кубических метров, в принципе, предназначены для хранения пищи. Допустим, здесь будут храниться мясные продукты. А также аналогичные будут храниться в аналогичной камере рыбные продукты. Приготовленные завтраки и обеды доставят больным по подземному коридору. Оделочные работы в главном корпусе уже завершены на 8 и 7 этажах. Можно увидеть, какой будет стандартная палата. Остается проверить систему электроснабжения, систему связи, пожарную сигнализацию. Собственно, она тоже в рабочем состоянии, но она требует наладки и проверки. Естественно, водоснабжение. Ну и в последующем мы сейчас занимаемся приобретением оборудования. Здесь будут, естественно, койки, стульчики, телевизоры. Все, что необходимо для тех, кто будет здесь находиться. В здании больницы смонтированы все инженерные системы, лифты. Идут пусконаладочные работы в котельные. Здание больницы скорой медицинской помощи должны достроить к сентябрю. Президент страны Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В частности, глава страны отметил, что необходимо повысить выплаты семьям с детьми. Это произойдет с 2020 года. Пособия на первенца и второго ребенка будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Кроме того, российский лидер заявил, что с 1 июля 2019 года пособия по уходу за детьми с инвалидностью повысят до 10 тысяч рублей. Семь из тремя и более детьми смогут получать льготу из федерального бюджета – 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Глава государства предложил запустить эту меру с задним числом с 1 января 2019 года. Кадровые перестановки в управлении Роскомнадзора по Рязанской области. Прежнего руководителя Надежду Динарееву перевели работать в Тулу, Рязанское ведомство. Она возглавляла с 2011 года. Она сделала карьеру в Роскомнадзоре за 15 лет, пройдя путь от специалиста первой категории до руководителя. Исполняющим обязанности главы Рязанского Роскомнадзора назначен Алексей Анциперов, ранее занимавший пост заместителя руководителя. Рязанский гидромедцентр обещает 6-7 марта обнародовать прогноз с ожидаемыми максимальными уровнями воды. В зону подтопления, если придет большая вода, может попасть торговый городок и лесопарк. В центре под мостом рассказали, какие меры готовы принять, чтобы спортивное оборудование и специальные покрытия не пострадали во время поводка. Пенсионер Юрий Лебедев говорит, занимается не спортом, а физкультурой. В свои 64 на раз делает подъем с переворотом на турнике. В центр уличного спорта под мостом мужчина приезжает из военного городка. Признается, дорога через весь город его не смущает. То удовольствие, которое получает от физической нагрузки, все компенсирует. Вообще великолепный центр, мне очень понравился, узнал из интернета. Все хорошо. Где-то, наверное, с конца прошлого года я хожу сюда более-менее регулярно. Не смущает минусовая погода на улице и юных баскетболистов. Единственный вопрос, который задают рязанцы, как центр переживет разлив. Сотрудники уверяют – легко. По опыту наблюдения прошлых лет, разлив не доходил до пересечения со стаканом. От уровня разлива прошлого года при проведении работ было предусмотрено, и уровень площадок поднят на 60 сантиметров. Снежная зима обещает серьезный разлив, но и к такой ситуации под мостом готовы. То имущество, которое мы сможем перевезти, либо поднять, в этом проблем никаких нет. Две-три недели этот разлив перестает, переждет. Либо в другом месте, либо на этом же месте, но на более высоком уровне. То покрытие, которое сейчас у нас постелено здесь, оно уличное, оно и морозостойкое, и влагостойкое. То есть ему ничего не будет, даже если оно вдруг окажется под водой. Резиновая крошка и искусственный газон приобретались, исходя из учета погодных условий. Поэтому, если разлив все-таки зальет площадки, после схода воды их нужно будет просто помыть. Общая площадь центра уличного спорта под мостом составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Летом сюда ежедневно приходило более тысячи человек. В новогодние праздники рекорд по количеству посещений был побит и приблизился к двум тысячам. Горожане и гости города действительно полюбили это место. Напомню, здесь работает 7 площадок для воркаута, баскетбола, тенниса и мини-футбола. Кроме того, под мостом проходят разнообразные силовые и кардио-тренировки для людей разных возрастных категорий. По просьбе рязанцев и для их удобства здесь были установлены отапливаемые раздевалки с душевыми кабинами и санузел. Все спланировали с учетом возможного паводка. То, что касается карусели, достаточно будет лишь позаботиться об электрике. К этому тоже уже готовы. В ближайших планах тоже по просьбе горожан будет решаться вопрос о расширении парковочного пространства. Мария Рудая, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Родители сели за парты. Рязанские школы открыли двери для желающих поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Валерий Седов продолжит. 17 родителей вновь оказались за школьной партой. На столе у них только черная гелевая ручка и белые листы. Сегодня они сдают ЕГЭ для родителей. Поблажек нет. Запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Родители сдают ЕГЭ по русскому языку. Задания немного отличаются от привычных. Здесь 7 вопросов из первой части и последней, восьмой сочинения. Да и экзамен продлится не 3 часа, как положено для школьников, а куда меньше. Продолжительность экзамена сегодня составляет 30 минут. По окончании экзамена участники ЕГЭ сдадут свои экзаменационные работы, которые будут отправлены на дальнейшую обработку и проверку. И через определенный промежуток времени на личную электронную почту каждый из них получит свои результаты. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» всероссийская. Проходит она в третий раз. 20 февраля к ней присоединилась Рязань. Представители региональных органов власти, областной думы, общественные палаты Рязанской области, городской администрации и родители выпускников пройдут всю процедуру сдачи ЕГЭ. Сегодня мы с вами даем старт проведения данной акции на территории Рязанской области. То есть будут проведены до конца февраля акции во всех муниципалитетах, в городских округах и даже в отдельных школах. Контрольно-измерительные материалы распечатывают прямо при родителях, а потом двери кабинета закроются на время проведения экзамена. Цель такой акции – познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ, чтобы они смогли сориентировать своих детей и помочь им настроиться на успешную сдачу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ларьки могут вернуть на улицы города. С такой инициативой выступил Минпромторг. Законопроект внесли в Госдуму. Авторы отмечают, что возврат малых форм торговли поможет создать в России около 250 тысяч рабочих мест. Как к инициативе отнеслись рязанцы, узнала Галина Кудряшова. Их запретили в 2010 году и ликвидировали из дворов, из остановок. Однако по факту уличная торговля продолжает развиваться. Только на площади театральной мы насчитали 8 киосков. Специализация разная – от прессы и цветов до продуктов питания. Сейчас в Госдуму внесли законопроект, который полностью их узаконит. Мнение рязанцев разделилось. Одни рады возвращению ларьков, другие против. Привычка уже в магазинах. Пришли, купили все, что нам надо. Уже глазом видим, руками потрогали, все собрали. Так что, ну, может быть, кому-то это и нравится, чтобы вернули. Положительно относимся, все хорошо. Пускай славят. Детцы пользовались, но мне кажется, они бессмысленно их поджигают, начинают… Как-то вандализм какой-то, и страдают люди, прохожие. Так что, как бы, мне не нравится эта идея, но это уже от меня не зависит. Стоит отметить, что в 2010 году сносили именно незаконные палатки. Также разработали ряд требований. Среди них ширина тротуара не менее трех метров, удаленность от магазинов и рынков. Ларьки не должны мешать прохожим. В 2014 году запретили продавать в них сигареты. Все западные страны, они, в принципе, да, очень сильно ориентированы на уличную торговлю. Особенно, в Китае, там, азиатские страны вообще. И питание у них, уличная торговля распространена очень сильно. Я думаю, что на них ориентироваться не надо. У нас есть Россия, мы должны приравниться к своему уровню. И все равно эстетика, санитарные условия, правильная подача, цены. Сейчас открыть новую точку сложно, но можно. Согласно процедуре, для этого необходимо получить разрешение администрации и земельный участок в аренду, согласовать с отделом архитектуры и градостроительства макет постройки. То есть, внешний вид ларьков устраивает городские власти. С этим не согласен архитектор Александр Синицын. Пройтись по какой-то улице, записать списочек, количество вывесок, что на них написано, какого они цвета. И потом вот просто сидеть, посидеть в спокойной обстановке, разобрать, что же это такое вообще. Начинаешь понимать, что мы вот этого визуального мусора в жизни своей видим постоянно очень много. Когда идем на работу, с работы и так далее, погулять просто. И вот эти ларьки, они, по-моему, только хуже все сделают. Для решения этой проблемы в Москве еще в 2014 году разработали единый стиль оформления для всех ларьков и павильонов. Жестко рекламентирована и площадь торговых точек. В Рязани такой практики до сих пор нет. Первыми попытками стали киоски на улице Почтовой и в лесопарке. Там они открылись вместе с новогодней деревней. Однако это пока скорее исключение для Рязани, чем правило. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Здание бывшей швейной фабрики требует убрать из списка объектов культурного наследия. С иском по этому вопросу обратились представители предприятия «Голубая Ака». Оно сейчас находится в стадии ликвидации. О том, чем была знаменита швейная фабрика и что с ней стало после 90-х годов, расскажет Мария Рудая. Потрескавшиеся стены, облупившаяся краска, аварийные окна и периодически осыпающаяся штукатурка. Швейная фабрика. Здание промышленной архитектуры 20 века предстает перед взором прохожих в таком неприглядном состоянии. А между тем история предприятия началась в 30-е годы прошлого столетия. Рязанец Максим Игумнов, конечно, не помнит рассветы лучшие годы предприятия, но осведомлен хорошо. Как выяснилось, с ним по соседству живет бывший директор швейной фабрики. Он и поведал мужчине историю. Здание швейной фабрики, швейное объединение. 10 тысяч человек здесь работало когда-то во всех районах области. Были отделения, давало работу. А сейчас вот, что здесь? Раздербанили по всяким... Ничего там нет. Фитнес один и все. Рязанское швейное объединение действительно было одним из крупнейших в Европе. В конце 80-х на предприятии прошло техническое перевооружение. Старое оборудование поменяли на новое, произведенное ведущими западными фирмами. И был налажен выпуск мужских рубашек. Роман Гавриков помнит, что когда-то фабрика работала на полную мощь. Понимал, что здесь было многолюдно и работало очень. Вечером две смены работали. Здесь вот не работает. Видите, выглядело прекрасно всегда. Сейчас на нее смотреть противно. Так что... А ходить там опасно, как вы думаете? Конечно. Видите, все, как рушится. 90-е годы стали началом конца. Именно тогда швейная фабрика была реорганизована в открытое акционерное общество «Голубая АКА». Сейчас интернет издания пестрят заголовками о том, что предприятие находится в стадии ликвидации. Об этом же свидетельствует реестр юридических лиц, находящихся в стадии ликвидации. Осенью 2018 года здание включили в перечень объектов культурного наследия. Собственник обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не изменяя при этом облик и внутреннее устройство. Также запрещено размещение производства, способного навредить объекту. И теперь собственник обратился с иском, в котором требует убрать здание с перечня объектов культурного наследия. Пока идет такая волокита, люди просто боятся ходить мимо швейной фабрики. Очень страшно, особенно с детьми. Народ спешит с работы, весь в доме, весь домой, все мысли о доме. Поэтому бегут, наверх никто не смотрит, но очень опасно. Ну, страшновато, конечно, потому что тут выграждение и скользко. Конечно, самый опасный участок огородили забором, который красуется здесь уже несколько лет. Но наледи и куски здания периодически пересекают барьер. Пока ситуация не изменится, горожанам остается довольствоваться малым. А ведь эта дорога ведет к автовокзалу. Мы будем следить за развитием событий. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Поисковые отряды Рязанской области готовятся к новому сезону. Уже в апреле они поедут к месту первых раскопок в Смоленскую область, в Холм-Жирковский район, где в прошлом сезоне был найден медальон и останки бойца. Поисковые отряды разыскивают в первую очередь погибших в Великой Отечественной войне. Экспонаты, собранные в музее, это в основном вещи, найденные в местах сражений. Их пока немного. Стенд одного бойца с котелком, который переходил к другому солдату только в случае гибели. Он сменил четырех хозяев. Рация из Смоленской области, которую перед минометным обстрелом не успел уничтожить связист. Миномет Б-37 был найден в Бельском районе Тверской области, в месте, где шли сражения в июле 42-го года. Видно, что он крутится. Все механизмы работают и сейчас. Мы даже его в принципе не разбирали. Просто почистили сверху, удалили всю ржавчину. Он начал разбираться. Благодаря усилиям еще тогда, ребят, которые его хорошо упаковали, мы можем сейчас посмотреть, как он был устроен. На нем стоит год 1941. На нем стоит заводской номер, который продублирован везде. Это 528. То есть это меньше тысячи их в тот момент еще выпустили. Поисковые отряды, а их в Рязанской области 5, занимаются поиском бойцов военной реконструкции, ищут родственников погибших. В прошлом году подмосковный отряд «Электросталь» нашел останки и медальон рязанского бойца Дмитрия Елисеева. Село в Спасском районе, где он родился, фактически вымерло. Узнали, что семья после его рождения переехала в Мурмино. Нашли родного племянника, сына старшего брата этого бойца, родного племянника. Нашли. Он тоже фронтовик. С 1927 года рождения. Он очень тоже с теплом отнесся к этой информации. Ждал всю жизнь. Знал, что его дядька погиб честно в бою где-то, что он не предатель. И наконец-то он эту информацию получил. Следы детей и внуков также затерялись, но в поисковом отряде не теряют надежды. Там где-то в дренажном канале похоронен боец. Ну похоронен, прикопан вместе с винтовкой и со всем, что у него было. В апреле, как только сойдет снег, поисковый отряд АК отправится в Смоленскую область. База отряда будет располагаться во Владимирском тупике. Это Холм-Жирковский район. В прошлом году там были найдены останки бойца и медальон. Это боец Рыбальченко. Но, к сожалению, останков достаточно мало. Видимо, то ли растащило во время взрыва, то ли растащило во время рубки леса или еще как-то. В общем, есть большая доля вероятности, что мы все-таки его до конца донайдем. Еще были найдены еще два медальона. То есть, возможно, он лежит там не один. Это как раз вот на, получается, северо-запад от тупика наше место будущей работы. Кроме того, рязанские поисковые отряды в этом году впервые будут работать в Крыму, а также поедут на раскопки в Орловскую область. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok